Мусор, который тянется к людям. Двор на улице Ленина захватывают бытовые отходы. Пакеты, бумага, пластик разлетаются за пределы мусорной площадки. Ветром их заносит и на территорию детского сада. Подробности у Елены Пряхиной. Банка с вишневым вареньем, полиэтиленовые мешки, доски – лишь малая часть того, что можно найти в сугробах во дворе на улице Ленина. Часть мусора, который жители выбрасывают в баке, до полигона не доезжает. Его раздувает ветер. Что-то растаскивают животные, а что-то и люди. У нас пристанище для людей без места жительства. Пылесос, банки, бутылки, стульчик. Вот, пожалуйста, можно посидеть. Где-то у них даже вешалка для вещей была. И весь этот мусор летит в детский сад. Воспитатели рассказывают, территорию приходится убирать всем коллективам по несколько раз на дню. Особенно в ветреную погоду. Чтобы хотя бы немного обезопасить детей от отходов на участке, который ближе всех к мусорной площадке, пришлось сделать перестановку. Веранда на данном участке стояла вдоль забора нашего соседнего детского сада. Но так как мусор постоянно летел с мусорки сюда, прямо на воспитанников, они могли подобрать весь негатив. Поэтому у нас при возможности мы новую веранду уже развернули спиной к мусорке. Как рассказывают жители, этим мусорным контейнерам уже около 20 лет. Их содержимое вывозят регулярно. Вот только то, что в баке не попало или потом оказалось рядом, никто не убирает. Крысы бегают летом особенно. Мусор пахнет. Тут даже нет для пластиковых. Ничего нету этого. Надо сделать нормально. За размещение во дворах мусорных контейнеров отвечает Первоуральский экофонд. Как поясняют в организации, бытовые отходы сюда выносят жители как минимум 20 многоквартирных домов. Поэтому убрать ее совсем не получится. Но экологи нашли решение проблемы. Новые евроконтейнеры. Оно будет закрываться. Будет, значит, у нас и крыша, будут ограждения из профлиста. Значит, и будут евроконтейнера с педальками. И уже не будут раздувать мусор. И под новую мусорную площадку уже залит фундамент. В экофонде пообещали, что евроконтейнеры с ограждением здесь появятся в конце ноября. Елена Пряхина, Денис Срамцов. Новости. Первоуральск.